Мы были на рынке, и один из цыплят сбежал, и дядя его поймал и отдал Адаму. И вот мы не знали, вернуть его или не... И на свой страх и риск привезли его домой. Вот он сидит в коробочке. Да, мне даму это Адаму. Мои руки пойду. Давай из него суп сварим. Нужно будет кого-то найти, кто живет в деревне, и мы его отдадим. Нет, не отдадим. Нет. Крикун, хулиган, убегающий, и его посадила на нашу грядку, которая уже засушенная вся. Ты хулигашка, хулигашка, хулигашка. Ты что ему, флажок втыкаешь? Пусть он на солнышке погреется. Да, и тоже флажок. Тут червячков нету, что-нибудь пусть делает. Ищет. Вот пока Адам в школе, я кормлю цыпочку яичком, сую насильно в рот, потому что он что-то не ест. Он сам пьет водичку, живет он в Адамовой шапке, из которой Адам вырос. И я по интернету ищу, кому цыпленочка отдать. Потому что ждать до воскресенья до рынка, пока мы поедем на рынок, это очень тяжело. Он все время какает. Цыпа, цыпа, цыпа. Но очень умный, бегает как собака за мной. Если бы он не какал, можно было бы иметь дома такого домашнего питомца. Сейчас мы греемся на солнышке, потому что таким маленьким цыплятам нужна температура плюс 38. Хотя ему уже скоро, наверное, неделя будет. Вот он ест яичко вареное, немножко с манкой перемешанное. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Я вот так стучу, ему показываю. Давай, кушай. Кушай, Дрюня, говорю. Цыпочка. Вот, может быть, посчастливится. И сегодня удастся найти кого-то в добрые руки его отдать. Там, где есть цыплячий двор, чтобы у него была нормальная цыплячья жизнь. Да, цыпочка? Вот мы с Дрюней везем цыпочку отдавать в добрые руки. Чтобы он зажил цыплячьей жизнью. Везем его в шапки. Дрюня не хочет его отдавать. Он пока еще не понимает, куда мы везем. Тихонечко, тихонечко, чтобы он не улетел. Сейчас я тебе в машинке его дам. Там все еще просит домашнее животное. Но, наверное, лучше всего завезти собаку. Но не сейчас, а когда ему будет лезть 5-6-7. Потому что с этим цыпленком все 5 дней возилась только я. Наша цыпочка едет в новый дом. Но пока это не новый дом, но мы нашли кого-то, кто готов нашу цыпочку принять. Дрюня несет коробку с цыпленком. Тетенька, которая готова принять, работает вот в этом кафе. Надеюсь, она его сейчас не зажарит вечером. Но у нее, говорят, есть цыплята. Идем, идем, несем. Вот сюда, в Манкидак, несем. Вот отдаем добрые руки. Дрюня прощается с чикеном. До свидания, чикен. Пока-пока, цыпочка. Я тоже буду скучать по птичке. Но не по ее какашкам. Хорошая была птичка. Но надеюсь, что у нее все будет хорошо. Я так поняла, раз спросила вот этой тетеньке. У нее еще нет цыплят. У нее курица сидит на яйцах и утка. И она хочет этого цыпленка подсунуть курице, чтобы она его приняла. Но не знаем, как это все пройдет. Давайте пожелаем нашему цыпленку счастливой куриной жизни долгой. Я индейец, у меня поиска. Привет, индейец Джо. Так что вот такие у нас приключения с цыпленком были. Он у нас прожил 5 дней. Но у меня не было сил записывать видео, потому что он все время пищал или сидел у меня в руках, в тепле. Но очень умная птичка. Так что всем пока-пока. До встречи.